друзья всем привет вчера пролюбили все сроки с выходом видео ну потому что болезнь она рубает и болезнь это болезнь но как бы там ни было мы подумали и выписали все вопросы и я так понимаю что вопросов будет практически на целый выпуск поэтому вопросы будут не перед выпуском не после а отдельным выпуском будут вопросы к слову я вчера смотрел там 95 чем-то тысяч просмотров было видео в котором я оставил вопрос и 870 короче почти 900 комментариев и основная масса комментариев это то что хочу корею ребят корея будет обязательно мы начали готовить это видео это будет не быстро возможно это следующая неделя либо воскресенье либо же не буду говорить сроков потому что я всегда как называют сроки я вечно что-то случается поэтому видео обязательно будет она уже сделали ему старт производства значит основная масса вопросов касательно цен касательно каких-то технических моментов автомобилей ребят под каждым видео есть контакты звоним или же пишем и есть целый отдел мальчиков и девочек специально обучены которые вам выдадут ответы на вопросы ну то есть сколько стоят услуги я считаю этот вопрос мало интересным и получить на него ответ очень просто пожалуйста звоним интересуемся спрашиваем а вот какие действительно интересные вопросы было выбрано вчера у нас на коллегиальном заседании без меня наши мальчики и девочки повыписывали эти вопросы и вот сейчас оля их продиктует а я на них отвечу побегли какой заказ у вас был худший что вам хотелось все бросить худший заказ хотелось все бросить ну значит есть один момент мы ну я разработал такую формулу что мы изначально уже понимаем что мы можем обработать а что нет так чтобы мы уже взяли человека в работу имеется ввиду начали осмотры а потом его оставили нет такого не было но если смотреть с точки зрения отказов то иногда были возвраты предоплат после того когда уже начался глубокий анализ и мы потом в принципе поменяли корень работы и сказать чтобы были ли случаи ну наверное не было были неприятные случаи формате ну что такого запоминающегося летом прошлого года была у нас очень интересная ситуация позвонил парень волей случая он попал на меня я с ним пообщался я ему отказал ну парень оказался настойчивый он позвонил на следующий день и попал не на меня попала нашу нилу нила тоже ему отказала потом он позвонил еще раз и попал на кого-то другого тоже отказали потом он написал и вот вот здесь вот далее ему зеленый свет ну окей далее далее вопрос был в том что он хотел nissan qashqai nissan qashqai как мы знаем это на вариаторе и был там определенный период автомобилей которые были одна большая компания по ним именно по коробкам мы объясняем что мы не даем гарантию на коробку потому что ну есть определенные моменты с планетаркой солнечной шестерней в частности и но вот не даем и гарантию потому что очень большая отзывная компания по ним было выбрали посмотрели к слову коробки мы определили максимум внимания мы посмотрели по всем клапанам как они открываются мы посмотрели температурный режим мы даже вытягивали масло смотрели насколько она грязная не грязная общем перегрева в коробка не отхватывала все с ней было хорошо но рвется там где тонкой через тысячу километров эта коробка встала парень нам позвонил с претензией ну окей как бы человек первый в автомобиль и надо же помочь но претензия была в том что мы выбрали автомобиль с разорванной коробкой мастер на исту сказал что уже ремонтировали сделали очень плохо и руки давай номер телефона мастера пообщался с мастером кстати вот такой классный парень мне рассказал даже такие вещи которых я не знал и фактом было то что не было перегрева в коробке до действительно коробка разбиралась но она была абсолютно нормально собрана и там ну было все нормально парню просто не повезло ладно окей поехали дальше если речь идет о европе то наверное на первом месте я бы поставил швейцарию потом германию потом наверное все остальные то германия под вопросом суду не неправильно поставленный вопрос мы каждому подходим комплексно и сказать сходу вот например где лучше ну не знаю вот едет передо мной outlander где будет mitsubishi outlander в европе в какой стране ну их там практически нету они в украине и больше хороших чем в европе поэтому ну так но если брать европейские автомобили в общей массе то наверное швейцария германия это если брать сегмент чуть выше среднего то вот так вот но в украине тоже очень много достойных автомобилей поэтому вопрос интересный но не до конца поставлен правильно да погода сегодня радует следующий вопрос почему нет видео с подбором электромобилей вы как-то говорили что электричками занимаетесь очень хотелось бы посмотреть насколько устают батареи видео с электричками с гибридами мы выбираем эти автомобили но выбираю их не я мы сейчас сегментируемся по направлениям имеется ввиду одни люди выбирают ваговскую группу другие идут по бмв третье по мерседесам и по электричкам у нас тоже есть специально обученный человек я понял видео с подбором электричек будет для этого мне нужно просто с вашей покататься и выбрать несколько электричек отснять это все и выложить тезис понял окей электрички на галочку поставили записано бывали ли случаи когда вы искали машину дешевле заданного бюджета и этим сэкономили заказчики бюджет вопрос хороший и да такие случаи бывали и бывают но я объясню мы работаем в среднем ценовом сегменте и вот например недавно было как недавно где-то с месяц назад это то что у меня на памяти двум девчонкам выбирали киа соул у них там бюджет был районе 12 но запрос был на большой монитор и решили пойти несколько и другим путем мы выбрали классную машину за десятку еще на 700 долларов пихонули мультимедии но не мы а наши партнеры и таким образом закрыли потребность в общем стало ну больше чем на тысячу дешевле поэтому да действительно такие случаи есть и они очень часто при нормальном правильном подходе думаю дал ответ следующий вопрос самое сложное а именно репутация уже создана компания которая хорошо развивается в автосфере а если планы на сеть сто для комплексного ремонта автомобилей задумывались ли вы о создании салонов с продажи был авто значит иметь свое лучший вариант иметь свое ста это не иметь своего ста я полжизни проработал на станциях и это отдельный большой кусок такой работы который очень завязан на людях ну в общем своих ста у нас не будет точно что касается продажи ну здесь надо дать немножко такое понимание продажи автомобилей и подбора там автомобилей это пересекающиеся интересы и возможно это будет формате того что это будет отдельное направление совершенно другие люди совершенно в другом отделе или даже здание и точно в офисе которые никак не пересекаются с друг другом но может быть где-то на корпоративах но но не более вот в таком формате может быть когда-то будет но сейчас таких планам нет то есть продажи автомобилей направлено так чтобы купить автомобиль и продать автомобиль мы этим не занимаемся потому что чтоб купить автомобиль хороший он стоит хороших денег вот простой пример машину да даже вот этот например автомобиль сейчас обслужить полностью идеально это в него надо засунуть ну еще ну не знаю в районе там тысячи долларов и дороже машина от этого не станет ее не получится продать дороже а если учесть все моменты по покраске то вылезет еще больше поэтому машины зачастую люди продают перед каким-то большим обслуживанием то ну это действительно так есть поэтому продавать людям автомобиль и при этом он должен быть какой-то там плохой не обслуженный но это не наших правил самый дорогой и самый дешевый автомобиль который был в подборе самый дешевый я пороюсь в архивах и найду видео самого дешевого автомобиля вот этот автомобиль годы спустя я уже вижу на наших украинских дорогах хотя этому автомобилю я когда-то продлил жизнь формате того что эту машину в таллине привезли на свалку выбросить из-за того что у нее не работал генератор или же стартера точно уже не помню вот и этот автомобиль мы выкупили если мне не изменяет память по цене металлолома потом его отдали починили в общем кругом бегом банкет обошелся что-то там в районе 700 евро за автомобиль который вообще не ржавый если мне не изменяет память машина 2004 года и ездит она уже по сей день уже растаможенная и вот так вот в европе относятся к автомобилям где-то что-то не так где-то что-то сломалось все машину нафиг на свалку на помойку а что касается дорогого автомобиля это наверное гелендваген 19 года за 225 тысяч долларов ну вот такая вот вилка если можно назвать это вилка 700 евро и 225 тысяч долларов вот такой вот разлет у нас минимум максимум следующий вопрос как по-нормальному продать битый автомобиль как по-нормальному продать битый автомобиль как говорят одесситы все что нельзя продать всегда можно продать со скидкой поэтому наверное только так а вообще покупая автомобиль вернее продавая автомобиль битый ну здесь либо надо заранее обманывать человека либо же не до конца ему говорить правду ну я я не знаю ответа на вокруг вопрос как быстро или там хорошо как правильно прозвучал ответ для меня ключевое слово продать битый автомобиль наверное наверное как то так я победно считайс домик про автобусе в кутри завозят в украину вантажни и перегладив пассажир хороший вопрос только он немножко несвоевременный валовая тема привоз привоза грузовиков и переделки их на автобусов она уже давно прошла сейчас это тоже можно сделать только сейчас это не стоит немножко других денег и сказать что это уах выгодно ну наверное нет то есть большого потока как это раньше было в бердычеве его сейчас нету но отвечая на вопрос между грузовиком и пассажиром скажу следующее понимаете что грузовик переделанный в пассажиры особенно для задних пассажиров он сидит на очень жесткой подвеске и ему там ну совсем некомфортно это так машина так козлит жесткая но в общем из комфортабельного автобуса этот транспорт превращается в обычную скотовозку я бы так сказал это первым второй момент у грузовиков короткоходная коробка передач то есть у нее короткие передачи и двигатель должен крутиться больше это я к тому что если на такой коробке ездить комфортно по дальним расстояниям ну например с более высокой скоростью то потребление топлива будет выше потому как двигатель будет работать на более высоких оборотах тем более разница между пассажиром и грузовиком хорошо сделанным грузовиком в пассажир акцентирую внимание разница будет уже не такая и большая конечно если мы не будем брать во внимание типа какие-то мультиван и вода следующий вопрос по вашей практике какой процент честных продавцов вашей стране вашей стране это кто-то не с украины у меня многие смотрят из украины процент честных продавцов очень невелик у меня нет статистики мы ее не ведем никогда над этим не задумывался и из-за отсутствия нужды но он очень небольшой то есть честные порядочные люди у нас в стране есть у нас я имею ввиду в украине но насколько он велик в процентном соотношении я не могу сказать следующий вопрос який двигун краще обрати для езды по месту дизель чи бензин дизель или бензин для города на короткие расстояния лучше брать бензин почему потому что он быстрее прогревается он менее капризный в ремонте да он немного больше потребляет бензина на коротких расстояниях это не ощущается но это мое мнение в современных дизелях в новых дизелях можно смело брать и дизельный автомобиль но дизель хороший если он новый дальше это надо следить за этим смотреть если человек технически не очень образованный то моя рекомендация все-таки бензин на короткие расстояния при вашей огромной практике подбора автомобилей были ли случаи попадания с первого раза как говорится в десятку не бить не крашен от собственника и так далее если да что за автомобиль здесь надо рассказать немножко о работе внутренней работе компании часы поясню очень коротко объяснить не получится но я попробую перед тем как отправить подборщика на осмотр автомобилей мы из большой кучи предложений выбираем лучше с первого раза да такое бывает бывает такое довольно часто но здесь сразу получается обратная сторона медали вот вы обещали посмотреть 10 автомобилей из первого раза сразу утверждайте что хороший а я хочу посмотреть еще может быть действительно будет лучше иногда бывает возвращаемся к первому но зачастую пока мы ищем другое первый уходит лучшего не находим и здесь вот такая вот дилемма но ответ на вопрос да такое бывает и довольно часто как можно научиться и стать таким профессиональным автоподборщиком как вы еще и зарабатывать на этом деньги расскажите свою историю как вы пришли к автоподбору ребят ну вы должны понимать что я в автосфере с своего раннего детства и если можно так сказать я был маленьким я жил в киеве на улице радужной и там в 90-е годы в начале 90-х проходил продажа автомобилей прямо на этой улице а с учетом того что я там жил то мы продавали злачные места то есть мы вставали там в три часа ночи занимали классные места и когда приезжали там классные автомобили мы им продавали что-то там по 5 долларов эти места и таким образом автомобили я вижу с детства дальше я очень много времени провел на авторынке городе киеве на первого я работал на многих станциях я работал в подборе автозапчастей вел станции в общем я с машинами с раннего детства для того чтобы стать автоподборщиком но тут надо быть наверно хорошим автомехаником частично понимать в кузовном ремонте быть психологом ну то есть это совокупность как я пришел к автоподбору ну наверное случайно как говорят случайности не случайно но тем не менее в тринадцатом году я поехал в европу купить себе автомобиль я купил volvo xc 70 он до сих пор со мной уже 378 тысяч ему и скоро не будет отдельное видео потом друзья захотели себе машины потом люди начали подтягиваться потом я youtube начал использовать как файлообменник потому что мне не было мощностей для того чтобы хранить столько информации и некоторые видео остались от в открытом доступе не сейчас в открытом доступе и вот так вот это завязалось николай хочу узнать чего так мало обзоров на бусики типа бивару т5 т5 наверное значит почему так мало обзоров на бусы но ответ точно такой же как про электрички сегментации рынка не я занимаюсь выбором бусов поэтому бусов на обзоре не так и много но если нужны бусы на обзор окей покатаюсь с парнями которые выбирают бусы поснимаем и будут вам бусы ребят вопросов на самом деле было очень много как от него ли подсказывает но очень много было повторяющихся вопросов я думаю я дал ответы на все вопросы хоть таком жестком режиме с легкой неожиданностью но тем не менее большое спасибо за то что досмотрели это видео до конца корею в производство мы запускаем скоро будет интересное видео про девочку блондинку за рулем но обо всем поподробнее и всему свое время но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока